Здравствуйте, на канале Десна ТВ Новости, с вами в студии Виталий Волков. Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжают расти из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров. Аналитики считают, что принятые Госдумы поправки ускорят отток капитала и рост дефицита валюты на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля. Эксперты прогнозируют цену от 65 до 70 рублей за доллар уже в течение года. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Вне конкурсная программа. В 21.00 стадион «Атомтранс» приглашаем всех в возрастную цену с 18+. Новости из-за администрации города. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 614 сообщений. Чрезвычайная обстановка в городе без осложнений. Ремонт инженерных систем фонтана, электрика фонтана и косметический ремонт фонтана. Когда приступят к ремонту фонтана? Сам город Десногорск впечатляет, поскольку это молодой, динамичный город. В Десногорске есть туристическая привлекательность. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. 17 июля плановое совещание проводил заместитель главы города Александр Новиков. Какие вопросы обсудили руководители комитетов администрации и муниципальных предприятий, мы расскажем вам в следующем сюжете. Началось совещание с вручения награды. С вами Алексея Ноздрев от губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского. За участие в областном смотре конкурса назвали лучший уполномоченный по охране труда по итогам 2016 года. Это не единственная награда за победу в областном конкурсе по охране труда. 12 июля в городе Смоленска в мамой зале Дома Советов состоялась церемония награждения победителей и призеров областных смотров конкурсов по охране труда в номинациях «Лучшее состояние условий охраны труда в организациях» и «Лучший уполномоченный по охране труда» за 2017 год. От нашего города ездила большая делегация, у нас было много победителей в данных конкурсах и были награждены следующие организации. Средняя школа номер 3, директор Сотник Раиса Ивановна, МУК ККП, директор Сидурков Вячеслав Владимирович и уполномоченный по охране труда Ганичев Анатолий Викторович, Смоленска атомная электростанция, Галимов Александр Сагидович, Атомтранс, Лученкова Ирина Григорьевна, Сайлес-сервис, Целлий Анна Егоровна, детский сад Чебурашка и Ноздря Светлана Алексеевна, средняя школа номер 4. Вот такая большая делегация ездила от города, все награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и небольшими подарками. Поздравляем всех победителей! В Десногорске пройдет второй этап фестиваля «Уличное кино». Вне конкурсная программа. В 21.00 стадион «Атомтранс» приглашает всех в возрастную цену 18+. На теплосетях города продолжаются ремонтные работы. Автобусы из Смоленска в Десногорск будут ходить чаще. В расписание ввели дополнительный дневной рейс, сообщается на сайте Смоленского автовокзала. 16 июля ежедневно еще один автобус в Десногорск отправляется в 15.10. Справки по телефону, которые вы видите на своих экранах. Чрезвычайная обстановка в городе без осложнений. Экстренный телефон службы спасения часто встречается во многих общественных местах, а вспоминаем о его первом, когда попадаем в какую-либо чрезвычайную ситуацию. Мы расскажем вам сколько раз и по каким причинам десногорцы набирали его на прошлой неделе. На прошлой неделе на территории города силы муниципального звена Десногорска привлекались для проведения работ. Три вскрытия дверей, один ложный выезд, один статучетный пожар, одно происшествие на воде, одна проверка информации на достоверность. В ходе событий никто не пострадал, не были нарушены условия жизнеобеспечения. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 614 сообщений, из них 231 ложное. Поступило 15 просьб от населения, из них отработано 12 и переадресовано 3. Министерство сельского хозяйства ввело суточные нормы добычи для рыбаков-любителей. Нововведение коснулось и Смоленской области. Весь улов рыбака не должен превышать 5 килограмм. За нарушение можно легко угодить в сети работников рыбоохранного предприятия. Ограничены по вылову только любители, спортсменов это не касается. Многие смоляне правила знают плохо или намеренно стараются их обойти. По словам начальника отдела рыбнадзора, ежегодно в регионе за расстановку сетей, использование электроудочек и глушение рыбы, инспекторы задержат более полутора тысяч нарушителей. С начала 2018 года в Десногорске работает муниципальный проект «Любимый город». Два месяца продолжалось открытое голосование. Десногорцы сообща выбирали общественный объект для благоустройства в этом году. Большинство наших жителей хотят увидеть обновленный фонтан в центре города. Мы поинтересовались его судьбой у специалистов комитета по городскому хозяйству. Десногорцы задаются вопросом. Уже середина лета, почему фонтан в центре города на излюбленном месте прогулок еще не радовал жителей игрой своих струй? Когда начнется реконструкция объекта? На эти вопросы нам ответила начальник отдела ремонта и строительства комитета Юлия Сычева. Ремонтные работы фонтана у нас за счет средств благотворительности Росэнергоатома. Данные работы сейчас у нас проходит аукцион. Были сделаны проектные документации. Сейчас они на аукционе. В конце июля у нас будут проведены аукционные процедуры. Определится подрядчик. И в срок август-сентябрь будут выполнены ремонтные работы по объекту фонтан. Ремонт инженерных систем фонтана, электрика фонтана и косметический ремонт фонтана. Мы обязательно будем следить за ходом ремонтных работ. И также надеемся, что в скором времени фонтан будет украшать центр нашего города. Астрономы из Института Карнеги открыли 12 новых спутников газового гиганта Юпитера. Таким образом, число известных небесных тел внутри облака крупнейшей планеты возросло до 79. Новые спутники обнаружены во время исследования области за орбитой Юпитера. Астрономы полагают, что там может находиться еще одна планета. Все открытые спутники имеют малый размер. Астрономы наблюдали за ними в 4-метровый телескоп имени Виктора Бланка в Чили. В Десногорске есть туристическая привлекательность. Побережье Десногорского водохранилища пользуется большой популярностью среди рыбаков, любителей дайвинга и просто отдыхающих на воде в летние выходные дни. О широте географической известности этого места свидетельствуют номера автомобилей, припаркованных на берегу. Но никто не рассматривал Десногорск как туристический объект. Мы расскажем вам, кто проявил интерес к Десногорским достопримечательностям. 17 июля в Десногорск приехала проектно-аналитическая экспедиция «Академия профессионального гостеприимства» в составе экспедиции участники туристического кластера Смоленской области. В него входят люди, которые задались целью разработать стратегию развития туризма на Смоленщине. В своих экспедициях они изучают интересные объекты в регионах. В этот раз они проложили маршрут в Десногорск. Мы с ними познакомились на полномасштабном тренажёре блока РБМК-1200 в учебно-тренировочном подразделении. Они отметили, что промышленный туризм в настоящее время пользуется популярностью и может стать брендом Десногорска. Сам город Десногорск впечатляет, поскольку это молодой, динамичный город. Ну и в принципе производственный туризм – это сегодня тренд. И поэтому я думаю, что у всего этого есть большой потенциал и большое будущее. Я бы сказала, что сюда стоит приезжать ради производственных экскурсий. Это отдельное направление у нас. Ну и кроме того, прекрасный чистый воздух, замечательные базы отдыха на берегу и рек, и водохранилища. То есть экологический туризм почему бы и нет. После посещения объектов, интересных для туризма, гости встретились с представителями администрации Десногорска. Об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. А теперь коротко о погоде. 19 июля в Десногорске будет облачно, ожидается сильный дождь и гроза. Днем плюс 22, ночью плюс 19. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!